Музыка Приближается Новый год, а вместе с ними и каникулы. Кто-то решит провести это время за границей. Однако есть причина, которая может очень сильно испортить отдых. Это, конечно, долги. Как можно узнать о наличии долгов, об этом и не только, мы поговорим с руководителем Управления службы судебных приставов по Хакаси Аленой Романовой. Алена Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с главного. За какие долги наши граждане смогут не выехать за границу? Ну, наверное, первыми назову алименты. Невыплата алиментов, она практически сразу влечет за собой вынесение судебным приставам исполнителям постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. При наличии долга меньше 10 тысяч рублей. В том случае, если... Не меньше, да? Не меньше 10 тысяч. Ну да, как только свыше 10 тысяч рублей, он вносится автоматически. Если мы говорим о долгах ЖКХ, кредиты, да, все другие категории исполнительных производств, там первые два месяца есть небольшая льгота, мы накладываем запреты только свыше 30 тысяч. Ну, через два месяца мы опять возвращаемся к 10 тысячам, поэтому, наверное, лучше не ориентироваться на сумму, а сразу оплачивать все долги. И здесь вот возникает вопрос, вот как узнать о своих долгах? Может быть, ты не знаешь, а на тебя уже подали, и материалы у вас находятся, но ты не знаком с этой процедурой. Как можно, даже не приходя к вам, узнать о своих долгах? Да вот лучше как раз к нам и не приходить, сразу узнавать о своих долгах. Конечно, это идеальный вариант, это сайт Федеральной службы судебных приставов, он в помощь всей России, потому что достаточно набрать фамилию и отчество, год рождения, допустим, Республика Хакасия, и буквально в несколько секунд вы увидите все долги о себе. То есть понятно будет и кто судебный пристав-исполнитель, и на основании чего возник этот долг, и часы приема, и по какому адресу необходимо обратиться. Даже если человек неоднократно менял свой адрес места жительства в течение этого периода времени. Поэтому тогда, возможно, приставы-исполнители будут разные. Но точно так же вы можете всегда подписаться на личный кабинет стороны исполнительного производства, то есть госуслуги, здесь, безусловно, оказывают великую помощь. Они являются как и для нас помощью, так и для стороны исполнительного производства, для взыскателя, для должника. Потому что в этой ситуации, если есть личный кабинет стороны исполнительного производства, любое постановление о возбуждении исполнительного производства, оно сразу же в течение нескольких секунд отправляется непосредственно человеку на твой электронный адрес. То есть фактически, даже если у вас в руках есть один сотовый телефон и возбуждено исполнительное производство, вы узнаете через несколько секунд. И, соответственно, у вас будет 5 суток добровольного исполнения, и, пожалуйста, оплачивайте. Практический вопрос. Опять же ситуация тех, кто планирует оказаться за рубежом в эти выходные, длинные каникулы в новогодние. Как быстро оплатил должник сумму, неважно какую, погасил полностью. И сам долг, исполнительский сбор, через какое время запрет на пересечение границы Российской Федерации будет снят? Ну, наверное, будет понятнее, если я хотя бы частично расскажу технологию, как это происходит. Когда человек оплачивает через кредитную организацию, денежные средства поступают в этот банк, потом они поступают в казначейство, потом по выписке они приходят к нам, потом распределяет судебный пристав. Это бюрократия, да? Ну, это технология, это СМЭФ, это взаимодействие, электронное взаимодействие со всеми кредитными учреждениями. После этого судебный пристав исполнителя распределяет денежные средства, и тогда они уходят. Но я хочу сказать, что запрет на выезд за пределы Российской Федерации снимается и оканчивается исполнительное производство, когда денежные средства в полном объеме поступают взыскателю. Даже никогда они находятся в нашей службе, в казначействе. То есть люди должны понимать, что это значительные... Там та же процедура от пристава, кредитная организация, кредитная организация на счет. Конечно, конечно. Мало того, наше постановление должно уйти по электронным видам связи непосредственно в погранвойска. Сколько примерно? Это пропускные пункты. Ну, то есть поэтому, а с учетом технических возможных ошибок, мы прекрасно знаем, что такое бывает. Редко, но бывает. То я бы закладывала как минимум 10 дней. Поэтому оплата своего долга за 2 часа до вылета самолета, она ни к чему хорошему не приведет. Вот спасибо за это предостережение. Скажите, вот вы упомянули электронные сервисы. А как часто именно наши жители Хакасии, которые в силу разных причин стали должниками, пользуются этими сервисами? Ну, с каждым годом все больше и больше. И становится у нас охват тех людей, которые подписываются на личный кабинет стороны исполнительного производства, потому что это очень удобно. И тем более, когда есть административные штрафы в рамках ГИБДД. То есть это есть возможность достаточно быстро их оплатить. Но фактически мы направили сторонам исполнительного производства за прошлый год около 5 миллионов. В Хакасии? В Хакасии. Но это считается каждый процессуальный документ, который вынес судебный пристав исполнителя. То есть процессуальные решения о возбуждении исполнительного производства должников-взыскателя, постановлении об ограничении должников-взыскателю. То есть вот в таком пути. Окончание исполнительного производства. Это очень удобно, потому что человек фактически сразу может, так скажем, заявить свое какое-то ходатайство. Как взыскатель он может сообщить об имуществе, которое есть у должника, на которое можно обратить взыскание путем наложения ареста. Как должник он может сказать, почему, какие у него объективные семейные обстоятельства, что он не может сейчас выплатить долг. Обратиться с ходатайством о приостановлении исполнительного производства, о подложении исполнительного производства. То есть это достаточно большой ресурс. То есть получается, следуя из вашего рассказа, живое общение, живая очередь, телефонные звонки уходят в прошлое, уже полностью, но и электронный документ оборот вы уже перешли. Да, ну нет, конечно. Давайте так, у нас есть разные категории стороны исполнительного производства. У нас есть возрастные должники, пенсионеры. У нас есть далеко живущие, там, где просто невозможно, в силу того, что отсутствует интернет, получать своевременную информацию. То есть для этого, безусловно, мы работаем в том же режиме. У нас прием осуществляют судебные приставы исполнители во вторник с утра, с 9 утра до 13.00, а в четверг с 13.00 и, получается, до 18.00. Пожалуйста, в это время можно прийти. Но и здесь у нас разработана электронная запись. То есть если человек хочет в определенное время, не в очереди, не разово побежать, а вот именно запланировать эту ситуацию и прийти, точно так же через личный кабинет, через госуслуги записывается, выбирает удобное время и к этому времени приходит. Потому что, как правило, приставы исполнителей, допустим, по алиментной категории, особенно по городу Абакану, они встречаются с тем, что нам, взыскателям, вот прямо сейчас, и минутно, необходима справка о том, что она не получает, допустим, элементы. Или ей какая есть задолженность по алиментам. Ничего не мешает заранее позвонить так называемую группу телефонного обслуживания, которая работает с 8 утра и до 17.00 без всякого перерыва на обед, запросить эту справку, потом без очереди в дежурной части на Ленина 29А ее просто получить. И не нужно всем приходить сразу к 14.00 и пытаться прорваться. Как они говорят, мы стоим в очереди. Ну, мы не знаем уже, как сделать удобно для жителей Хакасии. Ну, конечно. Не нужно же еще забывать, что судебный пристав-исполнитель, эта работа такая, она носит разъездной характер. Если поступает исполнительного производства, немедленного исполнения, то судебный пристав тут же возбуждает с полпроизводства и выезжает на адрес. Вы можете его не застать, понимаете? О чем мечтает руководитель управления службы судебных приставов по Хакасии Алена Романова? Я мечтаю, чтобы у нас снизился остаток исполнительных производств. К сожалению, в этом году он сейчас достиг 580 тысяч исполнительных производств, которые находились на исполнении в текущем году у судебных приставов-исполнителей. То есть это каждый житель Хакасии должен быть. А какова сумма, которая взыскана вами в рамках исполнительных производств? Подсчитывали? Сейчас я понимаю, середина декабря, но может на ноябре есть какая-то сумма, чтобы понять, скажем так, объем вашей колоссальной работы. В прошлом году мы чуть-чуть не достигли 4 миллиардов. Сейчас примерно так же. Алена Анатольевна, огромное спасибо, что пришли в студию РТС. Вам спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Вопрос дня». В студии работал Эдуард Иванов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова